Какая лестница развития у нас в проекте? Так вот, соответственно, у нас, я уже сказал, пришло несколько запросов на создание продукта мирового уровня. Это как бы нормально, это правильно и так далее. У меня есть моральное право, у меня есть моральное право таких продуктов говорить, что какая-то часть сделана уже. Так вот, соответственно, тем не менее, нужно очень хорошо понимать, что вы можете сделать. К сожалению, очень часто, когда нам, вы не первые, кто хочет сделать продукты мирового уровня, люди приходят, и, соответственно, мы смотрим по домашнему заданию. И вдруг выясняется, что человек, написавший письмо по мировому уровню, он переслушал каких-то дурных, не наших семинаров, вебинаров. А сделать домашнее задание, он не в состоянии. Соответственно, все кончается тем, как из китайских сайтов перепродавать товары на американские сайты. Ну, и жить на разницу. Вот этим заканчивается мировой уровень. Второе, приношу извинения к тому, кто сейчас в чате, я никого конкретно в виду не имею. Я просто показываю, что бывают очень большие замахи. Мы эти замахи очень быстро проверяем. Так вот, как мы просто проверяем. Ну, вот первая строчка, читаем снизу, там написано выполнение продвинутых, обращаю внимание, продвинутых домашних заданий. Соответственно, есть такая вот Диана Богоявленская, доктор наук в Москве, которая, в принципе, обобщила результаты, давно известные в истории Европы. Но заключается в том, что один из индикаторов развивающейся личности – это хроническое переуполнение заданий. Человек сам переуполняет. Ну, соответственно, мы сознательно используем этот механизм. Значит, домашнее задание, грубо говоря, зачет, обычное. Просто обычное, оно обязательно для всех. Есть продвинутые. Вот показывают. Продвинутые чуть-чуть сложнее, чуть-чуть сложнее. Но это чуть-чуть, когда оно накапливается, то есть десятки раз делается. Соответственно, буквально в первые месяцы работы видно, кто на что идет. Как правило, людей, которые не сделают не то, что европейский проект, а проект для своего города, видно после нескольких домашних заданий. То есть, грубо говоря, сейчас у нас конец января. К марту мне все ясно. Мне все ясно. Соответственно, я вежливо и аккуратно пытаюсь помочь. Не всегда это слушаю. Поэтому первое, просто-напросто, вот развилка, какой человек выбирает проект, обычные домашние задания, извините, я говорю сейчас, либо продвинутые домашние задания. На всякий случай, я не вижу, у нас был Ян, на всякий случай многие задания, которые вы получаете, тестировались на школьниках 7, 8, 9 класса. И у нас в одном из прошлых сезонов учился Ян, Ян Братчиков, который 7 классник. И он совершенно спокойно все выполнял. То есть, никакого высшего образования, никаких многомерных статистик, квантили и прочего у нас не нужно. Не нужно. На нашем этапе работы не нужно. Так вот, поэтому, что нужно? Ежедневная воля. Здесь сразу же говорю, что, как правило, в этом отношении женщины дают фору мужчинам, потому что женщины умеют, в отличие от мужчин, работать в долгую, на длинных дистанциях. Я не сказал, что все женщины, это неправда. Но, в принципе, такая женская особенность есть. И у нас женщины, некоторые женщины очень интересно работают. Мужчины, которые хотят работать, привыкли работать на хапте, могу сказать, переучивайтесь, если вы хотите с нами работать. Второе. Вот стабильное выполнение домашних заданий, продвинутых. Вот если вы это делаете несколько месяцев, вы потихонечку, в течение даже уже первого месяца, начинаете над собой расти и вырабатывать правильные практики мышления, технологии мышления, называть как хотите. Далее. У нас не является жестко обязательным. То есть, раньше это было жестко обязательно для каждого, сейчас это не жестко обязательно. Соответственно, когда человек выбирает свою сердцкую тему, на сегодня уже начнете присматриваться, не выбирать, очень важно присматриваться на домашних заданиях. И так далее. Потому что, когда человек начинает делать свою сердцкую тему, он просто на порядок глубже понимает, чем мы занимаемся, и коллег, и себя. И вообще очень многое понимает, повторяю. Если человек не берет эту сердцкую тему, такое возможно, просто ограничивать домашними заданиями, я должен предупредить. Они обычно никогда не слышат, навички не слышат этого, они попискают мимо ушей, их не касается. Они считают, что ну что, я тут, Галина, очень интересно рассказывает, посижу, послушаю. Ну, соответственно, скажем, я очень хорошо знаю основных тридосов мира, лично знаю, сейчас будет фраза для умных. Многие из них у меня учились. Это была фраза для умных. Первая фраза. Я очень хорошо знаю теоретиков, маркетологов, рекламы, пиар, их немного, но я знаю. Я очень хорошо знаю консультантов, тренеров, коучей, очень хорошо. Изнутризм, что называется, знаю. По той же причине, кстати. Так вот, соответственно, еще и еще раз, если вы хотите как-то интересную работу, мой совет иметь, может быть, пусть небольшую, серьезную тему, ее сделать. Мы ничего не будем об этом говорить. Ну, соответственно, скажем, необходимо выйти на конференцию, а не просто послушать. Вот опыт показал, что тридосы, запитая маркетологи, посетанты, тренеры, если нет на своей темы, через некоторое время, как правило, непродолжительное, люди начинают, сейчас будет страшное слово, где, 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 вот. То есть, вы не ослышались. Вещь очень неизученная. То есть, феномен есть, толком, как с этим бороться, что делать, как спасать, неизвестно. Соответственно, человек уже с детьми, с какими-то даже, может быть, званиями, полная простота, которая несет вокруг себя воду, разбавленную водой, по содержанию. Это неприятно. Сегодня будут дополнительные данные, поэтому мой совет, еще и еще раз, брать, может быть, небольшую тему, письмо, и ее вести. Соответственно, с тем, чтобы более глубоко понимать путь. Ну, давайте следующий слайд. Следующий слайд.